В 1935 году профессор Арнольд Бекман изобрел измерительный прибор, позволяющий измерять водородный показатель, характеризующий активность ионов водорода в разного рода веществах. Несмотря на то, что водородный показатель важен для мониторинга растворов разделения урана и плутония, сегодня каждая домохозяйка знает, что это такое. Вернее, она знает, что для ее кожи очень важно, какой в ее мыле уровень PH. PH, который, по мнению женщин, следящих за рекламой на ТВ, обязательно должен составлять 5,5, это и есть водородный показатель. Правда, они об этом, как правило, не знают. Так вот, Арнольд Бекман совершенно правильно решил, что прибор, позволяющий довольно точно определять уровень PH, надо обязательно коммерциализировать и начать продавать его во все возможные сферы, от медицины до обороны. Для этого Бекман основал новую компанию, которую назвал Национальной технической лабораторией и стал продавать анализаторы воздуха, спектрофотометры и так далее. Так, из маленького предприятия Бекман превратился в компанию из 10 тысяч сотрудников и 2,5 миллиардов долларов чистых продаж в год. Национальные технические лаборатории переименовались в 40-х годах в Арнольд Бекман Инкорпорейтед, затем в 50-х они стали Бекман Инструментс. Тем временем, Вильям Шокли совместно с двумя другими учеными изобрел полупроводниковый транзистор. И Бекману было очевидно, что эта тема выстрелит ничуть не хуже его измерителя уровня PH, а потому для коммерциализации транзистора Шокли нужна собственная лаборатория, которую нужно ему предоставить. Но у Шокли была престарелая мать, которую он не мог оставить, и она жила в Пало-Альто, Калифорния. Чтобы это не стало преградой на пути несметных прибылей, Бекман решил построить лабораторию для Шокли прямо рядом с домом его матери. Поэтому знаменитая лаборатория полупроводников Шокли была построена именно в Маунтин-Вью, Калифорния. В то время как электроника больше всего ассоциировалась не с Кремнием, а с Германием, в этом здании появился первый коммерчески доступный кремниевый продукт – полупроводниковый транзистор Шокли. Так, с неприметного здания этой лаборатории, находившейся по адресу San Antonio Road 391, в 1956 году родилась Кремниевая долина. Именно эта лаборатория Шокли стала первым зданием будущей Кремниевой долины, в которой и по сей день происходят главные чудеса в области IT. Того здания, правда, давно уже нет, его снесли в 2006 году, и на его месте теперь просто стоит мемориальная табличка. Впрочем, и к моменту сноса это здание давно уже использовалось совсем не под электронные дела. Это был обычный продуктовый магазин. Сама лаборатория закрылась еще примерно в 1968 году, после того, как ее купила корпорация ITT. Причем купила она ее не у Бэкмана, а у компании Клевит, которая купила Шокли у Бэкмана еще в 60-м, всего через 4 года после основания лаборатории. Почему так быстро? Что же случилось? Шокли до знакомства с Бэкманом работал в Bell Labs, где он и изобрел транзистор в 1947 году. К 1954 году Кремниевый транзистор стали пытаться создавать в Texas Instruments, а Шокли был уверен, что сможет это сделать еще лучше. Но между руководством лаборатории Бэлла и Шокли возник конфликт. И Шокли, познакомившись с Бэкманом, уехал поближе к дому матери работать на него все в той же стезе. Но одному Шокли, конечно же, было не справиться. И он хотел набрать сотрудников из своих же бывших коллег. Он был уверен, что это будет довольно просто убедить их переехать в Калифорнию и начать заниматься электроникой в его лаборатории. Но внезапно для него никто из Bell Labs уходить почему-то не согласился. И дело было не в том, что им сильно нравилось в Bell Labs, и не в том, что Шокли был им чем-то нелюб. А просто они были уверены, что весь электронный прогресс сосредоточен только на восточном побережье. А в Калифорнии никогда никакого прогресса не будет. Если бы они знали, что с лаборатории Шокли начнется феномен под названием Кремниевая долина, они бы, наверное, на коленях его умоляли взять их к себе, по ровно тем же самым причинам, по которым они отказались от его предложения. Но как бы там ни было, история распорядилась именно так. И потому Шокли был вынужден искать себе новых коллег. Ему нужны были хорошо образованные физики и химики, которых он со временем успешно и нашел. И пока он продолжал работать над транзисторами, ему в голову пришла еще одна идея, заключавшаяся в том, что если делать диоды четырехслойными, то можно существенно упростить некоторые электронные схемы. Там, где типичных трехслойных транзисторов надо минимум три для правильной работы вычислительной логики, такого четырехслойного диода хватило бы и одного. В принципе, это хорошая идея. Она используется местами и сейчас. И такие диоды так и называются, диодами Шокли. Но эта идея, бедному Уильяму Шокли выражаясь простым языком, окончательно свернула башню. Он держал эту идею в строжайшем секрете даже от коллег. И со временем у него развелась самая настоящая паранойя. Однажды его секретарша порезала палец. И он решил, что это был заговор против него, и заставил всю команду проходить детектор лжи, чтобы выяснить, кто строит против него козни. Разумеется, в таких условиях работать не нравилось никому. И долго это продолжаться не могло. В конце концов, восемь сотрудников лаборатории не выдержали и, нарушив субординацию, в обход Шокли обратились к Арнольду Бэкману с просьбой заменить главу лаборатории. Причем аргументы были настолько очевидными и разумными, что Бэкман даже согласился в какой-то момент. Но потом все же передумал. А терпение этой восьмерки уже подошло к концу. И поскольку через вышестоящее руководство решить проблему не удалось, а выше Бэкмана НТ было уже просто не к кому, эти люди обратились за помощью к Шерману Фэйрчайлду, создателю и руководителю компании Фэйрчайлд Кэмера энд Инструмент. У Фэйрчайлда не было подходящей лаборатории. Контора занималась немного другими делами, но у нее были весомые военные контракты и, соответственно, деньги. Шерман Фэйрчайлд был рад откусить кусок бизнеса у Шокли и с удовольствием позвал те восемь человек под свое крыло. Так у компании Фэйрчайлд Кэмера энд Инструмент появилась дочерняя компания Фэйрчайлд Семикондактор, то есть полупроводник. Уже по названию ясно, что новая дочка занималась по сути тем же, чем и лаборатория Шокли, выпуском полупроводниковых устройств. Узнав про это, Шокли, разумеется, пришел в ярость, обозвал ту группу людей восьмеркой предателей и заявил, что она никогда не добьется никакого успеха. Забавно, что этим отчаянным выкриком Шокли создал еще одно историческое событие. Джулиус Бланк, Виктор Гринич, Жан Хойерни, Юджин Клейнер, Джей Ласт, Гордон Мур, Роберт Нойс и Шелдон Робертс так и вошли в историю, как группа гениев и очень успешных бизнесменов, называемых и по сей день для краткости, предательской восьмеркой. Это имя, но уже без тени какого-либо негатива, а исключительно с восхищением произносимое, до сих пор объединяет этих людей, хотя их пути давно разошлись в противоположные стороны. Сам Шокли позже немного остыл, но это уже особо не спасло его лабораторию. Четырехслойные диоды не выстрелили, транзистор все равно остался куда более значимым устройством на мировом рынке электроники. Появление интегральной схемы, о котором мы говорили в прошлом выпуске, позволило комбинировать транзисторы на одном чипе так, что сложность схем в любом случае упростилась до микроскопических масштабов, и никакие отдельные диоды были уже не нужны. И хотя в принципе кое-какие успешные разработки у Шокли потом были, ничего исторического и революционного его лаборатория уже не производила. В 1956 году он получил Нобелевскую премию, и после этого продолжал получать еще много разных почетных наград. В любом случае оставшись очень уважаемым ученым, оставившим свой след в истории и как изобретатель диода Шокли, и как основатель Кремниевой долины, и как автор нескольких важнейших теорем и уравнений в физике. Предательская восьмерка же, наоборот, показывала отличные коммерческие результаты. В 1957 году основным материалом для производства электроники оставался Германий, а Fairchild Semiconductor производил транзисторы из Кремния, что было дешевле и, как следствие, имело еще один приятный для экономики плюс. Дешевый транзистор, пришедший в негодность, просто выкидывали. И покупали новый. Чинить его было экономически бессмысленно. Первую сотню транзисторов по цене 150 долларов за штуку продали, естественно, IBM. Когда же Жан Хойерни изобрел биполярный транзистор, все остальные технологии автоматически резко устарели. Компания Filco, например, к этому моменту как раз построила новую фабрику по производству германиевых транзисторов за 40 миллионов долларов. И эта фабрика к моменту окончания строительства оказалась просто никому не нужна. Джек Килби из Texas Instruments к 1958 году смог из Германии построить первую интегральную схему, о чем мы уже говорили. А уже через два года Fairchild смог выпустить такую же из Кремния за копейки. И вот тогда Fairchild Semiconductor превратилась из лаборатории, состоявшей из 12 человек, в компанию с 12 тысячами сотрудников и ежегодным доходом в 130 миллионов долларов. Среди этих сотрудников был и Федерико Фаген, который работал в исследовательском отделении Fairchild, где создал очередную революционную технологию MOS Silicon Gate или SGT, а позже присоединился к Intel, основанному кандидатом на пост директора Fairchild Робертом Нойсом и руководителем того самого исследовательского отделения Fairchild Гордоном Муром. Был среди этих сотрудников и Джерри Сандерс, который являлся по сути простым инженером. А когда Семер и его коллег из Fairchild решили основать свою собственную компанию и позвали его, он согласился только при условии, что станет президентом этой новой компании. Ребята немножко поморщились, но согласились. Так появился AMD. В 1976 году компания Fairchild Semiconductor выпустила свою лучшую на тот момент интегральную схему – Fairchild F8. Это был 8-битный микропроцессор, по сути сделанный в ответ на появление чипа Intel 8008. Сам по себе этот процессор не получил особого распространения, но на нем вышла первая в истории игровая приставка на ROM-картриджах – Fairchild Video Entertainment System, позже переименованная Fairchild Channel F, и эта приставка была очень популярна, пока Atari не выпустила свою 2600, также известную как VCS. Ну а в 1979 году родительскую компанию Fairchild Camera & Instrument купил нефтяной гигант Шлюмберже. Среди достижений Fairchild можно отметить использование их интегральных схем в бортовом управляющем компьютере космического аппарата Аполлон, в том числе присутствовавшей и в лунном модуле. Fairchild первым в мире выпустил прибор с зарядовой связью. ПЗС-матрицы сегодня используются во всех цифровых фотоаппаратах и видеокамерах. Этих достижений можно перечислить десятки. Да и сама Fairchild в первую очередь считает именно себя прародительницей Кремниевой долины, часто упоминая это в рекламе. Отчасти это вполне справедливо. Ведь главное достижение Fairchild в историческом смысле – это ее отпрыски. Люди, вышедшие из стен Fairchild, чтобы заняться собственным бизнесом. Есть даже такой термин в научной и коммерческой среде – Fairchildren. Так называют людей, когда-то работавших в Fairchild-семикондактор, а теперь имеющих собственный бизнес. Взять хотя бы предательскую восьмерку. Двое человек из нее – Роберт Нойс и Гордон Мур – создатели Intel. Еще один – Юджин Клейнер – основал венчурный фонд и стал первым инвестором таких новорожденных тогда компаний, как Amazon, America Online, Electronic Arts, Google, Netscape, Sun Microsystems и очень многих других. Джевис Андерс и семь его коллег из Fairchild хоть и не входили в предательскую восьмерку, но все же работали в той же компании под руководством все тех же Нойса и Мура. И затем создали Advanced Micro Devices. Так что за существование этой конторы все равно надо благодарить именно Fairchild. И возможно даже лично, тогда еще будущих, создателей Интела. История забавная штука. Вообще этот выпуск должен был стать выпуском скорее про AMD, но невозможно рассказать историю AMD без предисловия о Fairchild. А предисловие о Fairchild не может быть слишком коротким. Теперь же, когда с Fairchild более или менее все понятно, можно посмотреть, что же получилось у Джерри Сандерса и семи его коллег из Fairchild, когда они решили вылететь из гнезда и основать собственную компанию AMD. Но это уже другая история.